Для того, чтобы отметить мои 100 тысяч подписчиков Вот это будет, наверное, просто объедение Я допустил самую большую ошибку То вы платите штраф 5 тысяч вон Почему они так придираются к словам? Привет всем голодными сыты, меня зовут Коля Я живу в Корее, добро пожаловать на мой канал Сегодня у нас семейный ужин Мы сегодня пришли в это заведение, которое находится позади меня Для того, чтобы отметить мои 100 тысяч подписчиков Спасибо всем вам, я каждого ценю А теперь запарим раменчик и давайте смотреть видео Вот таким образом выглядит это заведение Несмотря на то, что сегодня среда, столы почти все заняты Нам предоставили угловой стол А вот здесь свежий воздух Привет Ну что, пойдем выберем мясо, скажется Погнали Мы пришли в так называемый селфи-бар Там, где вы сами себя обслуживаете Что у нас есть из мяса? Это шеи свинины Сангипсаль Федикальби Это у нас курица В таком остром соусе красном Свиные шкурки И сосиска Мясо здесь без лимит И оно не замороженное, а свежее Вроде бы как говорят Не знаю, как на самом деле Возьмем пару кусочков шеи Также возьмем сангипсаль Оказывается, к нашему столу принесли Одну пару перчаток для того, чтобы мы все накладывали именно в перчатках Чтобы ложки трогали в перчатках Также влажные салфетки для рук Следующий у нас на пути Это разные виды салатов Это у нас получается салат из капусты разных видов С майонезным соусом Это блины, жареные Минари чон называются они Идем далее Салат и закруток Хольбени мучим Ой, это по-моему с этими С морепродуктами Набираем картошку фри для Лерочки А это у нас Кто это у нас? Ахиатый чикен? Нет, это жареные овощи А это картошка фри А вот здесь у нас мясо уже жареное С овощами Это тведи кулькуги Но мы сегодня будем жарить мясо сами Поэтому этого набирать не будем У нас рис Набираем рис Дальше идет янпа соусы Это соус для лука Который естся вместе с мясом Также у нас есть кунжутное масло Это тоже кунжутное масло Здесь каре-кару Это порошок карри Кунг-кару Это порошок из ореха И согым-кучу Это черный перец с солью Также у нас продолжение Вот здесь уже идет Разные виды салатов Лук, кимчи, соевая паста И так далее Здесь зелень, грибы, чеснок, лук Также листья салата Мы уже набрали все необходимое для вкусного ужина И уже приготовилось даже мясо Сначала нам нужно обжарить санкипсаль Это свиная грудинка И также я взял один кусок свиной шеи Начнем, пожалуй, с этого А похоже, уже попробуем в виде кальби И попробуем также куриное мясо Острослажный соусик Маринадель Мясо уже готово Можно, в принципе, начинать уже кушать А сейчас я вам покажу, что же мы сегодня будем кушать Это не все Попозже мы еще покажем вам другой вид мяса Кушайте, мои девочки Вы этого достойны Но здесь, кстати, мясо должно быть офигенно вкусным Потому что оно готовится на углях Да? Похоже на шашлык? Да, вкуснее, да? Вкуснее? Мясо варкутает Да, это похоже Вы просто посмотрите, а Как они подрумянились Вот это будет, наверное, просто объедение Кстати, я вам не сказал, что тут по цене Заведение называется Коги Салон Ионане Это, значит, инструкция Это очень популярное в данное время заведение У них целая сеть И их становится все больше и больше И они открываются по франшизе А по ценам? Если вы приходите обедом То есть до 3 часов в будние дни То вы заплатите за вход 13 500 вон Если вы придете вечером Не важно, будний день или это будут выходные То стоимость увеличится до 14 500 вон Здесь абсолютно все безлимит То есть мясо вы можете кушать в неограниченном количестве Также здесь есть кукси Вот, здесь несколько видов Можно заказать рамен И суп фэнджян чигэ Это суп из соевой пасты с овощами Или корейская похлебка, скажем так Также есть алкоголь Берем рис салата и обязательно отрываем вот этот кончик Если верить словам моего начальника Ким Если это съесть, то ты просто вырубишься Это как снотворное, скажем так Но я мало в это верю Берем лист салата, кладем рис, мясо Мясо я хочу сегодня обмакнуть порошок карри Он, видите, такого желтого цвета Также я положу еще лука маринованного и чеснока Все это отправляется, сами знаете, в карри Этот порошок, знаешь, на что похоже? Как будто я ем Галину Бланк Плохо в порошке Попробуй Тут у нас на сковороде жарится твити кальби Это свиные ребра, скажем так Но там ребрышка совсем чуть-чуть В основном только филейная часть И курица в таком красном остром соусе Честно говоря, со всей этой короны Здесь такие же правила, как везде подобных заведениях То есть если ты подходишь к селфи-кона Станции самообслуживания То ты обязательно должен надеть маску А также надеть перчатки Это очень неудобно Мне, кстати, по вкусу нравится в большинстве декольби Потому что он идет в маринаде Но маринад это его самый большой минус В этом маринаде задерживается сахар И когда начинает жарить То сковорода просто вмиг становится грязной Вот это то, что темное Это пригорает уже маринад или сахар Что-то такое А теперь я буду пробовать феджи кальби Конечно же, заворачивый лист Добавляем сюда лука Что было не только вкусно, но и полезно И прям так съем Во многих местах феджи кальби Бывает ненасыщенный вкус Скажем так А здесь он соленовато-сладкий Все как любят корейцы А теперь остренькая курица В красном маринаде Не остро, скажем так На вид кажется, что остро Но на самом деле нет, это не остро Или возможно из-за того, что я корейц Как бы я нормально отношусь к острому Но свинина, конечно, вкуснее, чем курица И, кстати, если у вас спачкалась сковорода Сам этот круг То вы можете позвать официанта И он вам заменит Оказывается, я допустил самую большую ошибку Вот этот круг предназначен для жарки Сангипсаля и Моксаля То есть то мясо, которое идет без маринада А если вы хотите жарить феджи кальби То нужно поменять круг Там будет место этого круга Уже такие, как круг, да, из сетки будет И тогда не будет так пригорать Но благо мы уже поели, так что нам все равно А пригорает уже, видите, остаток соуса, который был Правила этого заведения звучат следующим образом Прежде чем положить мясо на раскаленную сковороду Вам нужно сначала на станции самообслуживания набрать все, что вам необходимо То есть рис, салаты и так далее Второе В заведении нельзя кушать еду Ну, постороннюю еду, которую вы принесли с собой Возможно Также нельзя отсюда забирать ничего Третье Если у вас остается еда Ну, это в частности мясо То вы платите штраф 5000 вон Мы уже поели А здесь, оказывается, обновление салатов Принесли апельсины И вот это кимчи из зеленого лука И как заведено в Корее После плотного ужина, обеда Обязательно нужно выпить горячую кофе из кофе-автомата Перед входом в само заведение Есть небольшая терраса, на которой находятся стульчики Вот такие они, черные, пластиковые Они предназначены для того Вот, допустим, если выходные дни Очень много людей Соответственно, свободных мест нету И эти стульчики нужны именно для тех Кто сидит и ждет своей очереди То есть они позаботились об этом А сейчас мы с моей женой, не подругой А то меня постоянно клюют за подругу Почему они так придираются к словам? А? Как не назвать? Не супруга Не супруга, но подруга Мы пришли за тортиком А вот, собственно говоря, бакалея, пекарня Здесь с виду они выглядят, конечно, не так прям аппетитно Но зато они очень-очень вкусные Цены на тортики разные В зависимости от размера Вот, допустим, верхние тортики Они стоят 18 тысяч вон Вот эти снизу они стоят 23 тысячи вон И посередине 28 тысяч вон Мы планируем взять маленький тортик Вот, чтобы не поправляться Возьмем небольшой Не будем искушать свою диету Которой у нас нет Мы уже дома Наш небольшой тортик лежит в коробочке Также нам подогнали с обисом Вот такие три упаковки конфетти Булочки Это бесплатно Не знаю почему Но он просто подарил нам две булочки А за эти цифры мы заплатили Сейчас достанем тортик Зажжем свечи И вместе с вами отпразднуем 100 тысяч Я хотел поблагодарить каждого Спасибо, что у меня есть Спасибо за ваши комментарии Бывают иногда, конечно, негативные комментарии Но все-таки позитивных больше И это очень радует Также хотел спасибо сказать Моей дорогой супруге Моей жене Моей верной подруге За то, что она мне помогала Монтировала видео Ну, в общем, 50% всей работы делала она И 50% делала я Так что она большая молодец И я тоже И 100 тысяч мы набрали за 1 год, 1 месяц Я считаю, что это очень быстро Ну да Быстро, да? Мне кажется, за 2 года 200 За 3 года 300 За 5 лет 500 Да? Ну, было бы неплохо Слушайте, это она вам говорит Чтобы вы подписывались Ну, всем большое спасибо Всех вас люблю Всех ценю И давайте уже Наконец-то Зажжем наши свечи И поедим тортик Давай, я уже жрать хочу тортик Ты чё такая Быдла пацан? Папа, я боюсь Я боюсь Я боюсь окунь Я боюсь окунь Загадывай желание И задуй свечи Всё Задувай свечи теперь давайте кушать мы поднялись на крышу для того чтобы запустить салютики такие маленькие вот и все таки спят они таки и напоследок бенгальские огоньки чувствуется знаешь новогодняя такая атмосфера голубой огонек что я могу сказать я могу сказать что эти год и один месяц хоть и было очень очень сложно потому что у меня есть основная работа видео снимал и монтировал свободное время это было очень тяжело физически и морально но я рад я рад что наконец-то я набрал 100000 и все благодаря вам еще раз хочу сказать вам большое спасибо спасибо что у меня есть и на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать это видео спасибо что посмотрели его до конца ставьте большие пальчики вверх подписывайтесь на канал те кто не подписан подписывайтесь на инстаграм и увидимся с вами следующем видео всем пока пока пока